Откуда и каким образом появился этот вагончик под бетонным забором в укромном уголке двух улиц, не знает даже активный и деятельный руководитель ТОСа номер 2 Евгения Карпенко. Хотя она живет рядом и знает на своем микрорайоне всех и каждого. На этом месте общественница давно мечтала создать организованное место сбора мусора. Вот ранее весной его сюда поставили. Что это, что это, пытались найти, так и не нашли ничего. Здесь устроили вот такие свалки, тут и бомжи у меня ночевали. Ну слава богу, все это сдвигается с места. Я хочу здесь сделать нормальную, и Сергею Павловичу говорила, да не вопрос. Ограждение сделаем для мусорки, чтобы вот этого в кучах у нас не было. Вагончик так просто было не убрать, да и хозяина не найти. Служил он тут и ларем, и местом ночлега, и явно не украшал аккуратный и тихий микрорайон. Управлением муниципального контроля продолжается выполняться работа по демонтажам некапитальных объектов, вынесенных на решение Международной комиссии. На этой неделе были демонтированы порядка 11 объектов, среди которых и квасные точки, и летние кафе, также некапитальные палатки по продаже экскурсионных путевок. Сегодня демонтаж происходит у нас на улице Самбурово-Таманска. Здесь деревянная конструкция, видимо, использовалась для продажи овощей. Впоследствии мы пытались установить собственника, данную конструкцию забросили, она стала использоваться как на туалет, и было сделано очень большое мусоро. Сейчас по решению Международной комиссии будет произведен демонтаж. В связи с тем, что конструкция невозможна ее погрузить на погрузчик целостно, и сотрудники Ремстроя будут производить демонтаж путем разбора именно этой конструкции. По окончании демонтажа вся эта конструкция, все ее запчасти будут доставлены на нашу штрафстоянку. Благодаря активистам города надолго такой объект беззакония прописаться в городской черте не смог. Надеемся, что после демонтажа и отправки на штрафплощадку найдется и хозяин объекта.